Доброе утро! На календаре понедельник, 15 сентября. Ученые доказали, что утром люди чувствуют себя более счастливыми. Перед тем, как прийти к такому выводу, исследователи обратились ко всемирно известной сети Twitter. Скрупулезному анализу подверглись почти 600 миллионов сообщений. Оказалось, что так называемые твиты с положительными эмоциями чаще публикуются именно утром. Если вы еще не поделились приятными новостями или мыслями с кем-то из своих близких, не медлите. Сейчас самое подходящее для этого время. А пока программа «Утренний эспрессо» и я, Петр Бутрим, продолжим открывать для вас новые горизонты полезной информации. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Советы врача. На Брещене началась вакцинация против гриба. История в металле в Бресте возродили монетный двор. А также в канун Дня библиотек мы расскажем, что читают жители области. Если вас все еще гложут мысли о предстоящей рабочей неделе, начните ее с любимых вам песен. Мы же приправим ваш информационный завтрак и музыкальной новостью. Тем более, меломаны ее уже заждались. Совсем скоро Брестская областная филармония откроет очередной сезон. А 2 октября состоится восьмой по счету музыкальный салон, где можно будет услышать романсы из фильмов начала 20 века. В холле с помощью винтажных предметов будет создан антураж начала прошлого столетия. В общем, атмосфера обещает удивить даже самых привередливых музыкальных гурманов. Что же может поднять настроение не хуже любимой мелодии? Конечно же, хорошая погода. А вот что обещают нам синоптики, узнаем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но как бы не радовала нас погода, в ближайшие дни место ненастьем в календаре осени тоже найдется. А вместе с тем к нам нагрянет и вирус гриппа. Другое дело, что его мы встретим во всеоружии. На Брещене уже началась вакцинация против этого заболевания. Подробнее о принятых мерах предосторожности нам расскажет врач-инфекционист первой городской поликлиники Бреста Татьяна Станевич. Доброе утро, Татьяна Евгеньевна. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, почему вакцинация начинается задолго до начала подъема уровня заболеваемости гриппом? Все дело в том, что для организма необходимо выработать защитные антитела, которые в последующем будут защищать его от этого заболевания. И поэтому мы проводим вакцинацию еще до начала эпидсезона, то есть всегда осенью. Для формирования иммунитета необходимо 2-3 недели. И в последующем этот иммунитет будет защищать организм от 6 до 12 месяцев. И поэтому важно прививаться ежегодно, так как иммунитет кратковременный. То есть если мы делали прививки в прошлом году, нужно их делать и сейчас? Да. Скажите, а где это можно сделать, где прививаться и как будет производиться вакцинация детей? Ну, как вы уже сказали, что вакцинация против гриппа началась. Сейчас мы прививаем педагогов, школьников. Дети прививаются в школах, также могут привиться в поликлиниках по месту жительства, обратившись к своему участковому педиатру. Татьяна Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, а насколько безопасны и вообще эффективны гриппозные вакцины сегодня? С 2010 года в нашей стране для вакцинации используются вакцины, не содержащие живой вирус гриппа. В состав входят только поверхностные и внутренние антигены вируса, которые необходимы для защиты организма. В состав вакцины входит три штамма вируса гриппа, которые актуальны для данного эпидсезона. И что характерно, вакцины всех производителей включают только эти штаммы вирусов. Вакцины все высокоочищенные и малоаллергенные. Все вакцины, зарегистрированные в нашей стране, проходят регистрацию и контроль качества в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь. Поэтому и реакции на их введение минимальны. Изредка могут наблюдаться местные или общие реакции, как покраснение кожи, болезненность в месте введения вакцины. Иногда может повыситься температура, наблюдаться непродолжительная головная боль. Но эти явления проходят самостоятельно и не требуют медикаментозного лечения. Татьяна Евгеньевна, скажите, есть ли группы людей, которым вакцинация противопоказана? Вот я слышал, что людям с хроническими заболеваниями лучше не прививаться. Нет, наоборот. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны прививаться, так как грипп чреватен своими осложнениями. И заболев этим заболеванием, он усугубляет еще течение хронического заболевания, вызывая его декомпенсацию. Поэтому такие люди должны прививаться в первую очередь. А кому еще особо рекомендована вакцинация и кому обязательно в ближайшее время нужно пойти и привиться? Это дети, лица старше 65 лет, то есть пожилые люди. А также здоровые, взрослые, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. Это люди сферы обслуживания, медработники, транспортники, продавцы, педагоги. Скажите, чем отличаются вакцины и почему та вакцина, которая используется у нас в Беларуси, используется именно она? Все вакцины разных производителей, они все одного видового состава. В их состав входит три штамма вируса, который эндемичен для данного эпидсезона. И у всех производителей состав вакцины одинаков. Вакцина может различаться только видом производителя. В 2013 году мы использовали вакцины производства Китай, это флюваксин, гриппол, Россия, инфлювак, Нидерланды и ваксигрип, Франция. Такие виды вакцин планируются к использованию и в данном году. И все-таки, Татьяна Евгеньевна, есть ли люди, которым вакцинация противопоказана? Противопоказаний к введению вакцины, как правило, нет. Это может быть только индивидуальная непереносимость данного препарата и лица, у которых аллергия к куриному белку. Так как для производства вакцины используется куриный белок. Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна, за информацию, которую вы поделились с нами этим утром. Пожалуйста. А я напомню, что о ходе вакцинации против гриппа на Брещене мы сегодня говорили с врачом-инфекционистом 1-й городской поликлиники Бреста Татьяной Станевич. 15 сентября 1830 года состоялось торжественное открытие первой междугородней железной линии на паровой тяге. В 11 часов 20 минут из Ливеркуля-Ванчестер по 50-километровой магистрали отправились 8 железнодорожных вагонов. Поезд развивал скорость до 30 км в час. Пассажиры были в восторге. С этого дня в Великобритании, а затем во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог. 15 сентября 1890 года родилась Агата Кристи, королева-детектива, автор двух знаменитых персонажей. Эркюля Пуаро и Мисс Марпу. Всего Кристи опубликовала более 60 детективных романов и 19 сборников рассказов. Ее переводили на другие языки больше всех других английских авторов, за исключением Шекспира. 15 сентября 1916 года впервые в мире проведена танковая атака, в которой были задействованы 49 боевых машин модели МК-1. Танк показал свои возможности, к тому же психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за этими машинами, как видом боевой техники, большое будущее. В 1928 году родился английский микробиолог Александр Флеминг, открывший пенициллин. Ровно через год после открытия он сделал об этом доклад на заседании Медицинского исследовательского клуба. Сегодня всем известна революционная роль пенициллина, но тогда реакция слушателей была нулевая. Никто не задал Флемингу ни одного вопроса. 43 года назад, 15 сентября 1971 года, отмечает свой день рождения экологическая организация «Кримпис». В этот день небольшая группа экологов объявила войну американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Аляска. Это была первая природоохранная акция протеста. Основатели «Гринписа» Бена Мэткофа и Дэвида Фрейзера МакТагарта называли первыми воинами зеленого воинства. Теперь о необычных событиях нашего региона. В Пинске может появиться памятник бездомным животным. Городская исполнительная власть, куда с предложением установить такой памятник, обратилась инициативная группа, идею поддержала. И после рассмотрения нескольких вариантов места установки будущей скульптуры, горисполком предложил заявителям участок пешеходной улицы Ленина около колледжа искусств. Памятник, призванный обратить внимание общественности на проблему бездомных животных, планируется изготовить в виде копилки. Правда, его проект авторам идей еще предстоит разработать и утвердить. А вот не лишний опыт того, как задумка воплощается в жизнь, можно перенять у героев следующего сюжета. Каждый день Язеп Калясинский, а по паспорту Игорь Михальчук чеканит десятки монет. Копии тех, что ходили в Речи Посполитой. И хотя за это в 17 веке отрубили бы обе руки и вырвали бы ноздри, назвать его фальшивомонетчиком нельзя. Скорее наоборот, это едва ли не единственный человек в Беларуси, кто возрождает традиции монетного двора. В следующем году исполнится ровно 350 лет, как на Брестской земле были отчеканены первые на территории нашей страны монеты, солиды. В народе они получили название «боротинки». Это было обычным делом, как мне рассказывали, каждый уважающий себя шляхтич чеканил у себя эти «боротинки». Отсюда у нас название деревень Клепачи. Клепачи по-старой белорусски – это фальшивомонетчик. Вот у нас в Пружанском районе, в Каменецком, вот по дороге в Беларусскую пущу есть клепачи. То есть, это, видно, вся деревня занималась этим выгодным промыслом. На изготовление одной монеты уходит не более минуты. Пара точечных ударов – и готово. Отчеканить такую медаль своими руками для любого туриста – дело принципиальное. Если говорить про герб города, ну, многие считают, что символ обороны, но древние не были столь наивны. Они, геральтики, придавали очень серьезное значение. Они говорили, что тетива, натянутая в луке с устремленной стрелой – это устремленная молитва. В монетном деле Игорь Михальчук уже два года. В прошлом «Электрик» он самостоятельно создал уникальные приспособления для чеканки. Разумеется, путем проб и ошибок. Это не задача – воспроизводить эту баратинку. Любой ее выйдет в интернет и там за очень небольшие деньги может оригинал купить. То есть у нас интерес к тому, чтобы как-то познавать эту историю интересными методами и способами. В 1665-м всего за год работы Брестского монетного двора начеканили около миллиарда баратинок. И найти их можно едва ли не в каждом огороде. Так что брещанам можно посоветовать быть внимательнее, а остальным стоит приезжать в Брест и чеканить свой клад своими руками. В октябре в Брест прибудет делегация руководителей ведущих клиник специалистов в области психиатрии, кардиологии и медицины катастроф из города Побратима Равенсбург, который находится на юге Германии. Визит приурочен к празднованию 25-летия установления партнерских отношений между белорусским и немецким городами. Гости посетят детские учреждения здравоохранения и образования. Также участники встречи наметят дальнейшие пути развития побратимских отношений между городами. Лучше понимать друг друга и извлекать из этого пользу – дело крайне важное. Когда есть спорные вопросы, помните, ситуацию всегда можно прояснить с помощью горячей линии утреннего эспрессо. У нас в студии появилась ее ведущая Анна Новик. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Виктор Иванович живет и работает в Пинске. Спустя 6 месяцев работы он решил уволиться по собственному желанию. Работодатель установил для мужчины отработку сроком 1 месяц. «Могу ли я воспользоваться вместо отработки, положенной мне частью отпуска?» – спрашивает звонивший. Виктор Иванович, если вы приняты на работу по трудовому договору на неопределенный срок, у вас есть право просить отпуск с последующим увольнением. Количество дней отпуска будет исчисляться пропорционально отработанному периоду. Следующий звонок на горячую линию от Ольги из Бреста. В данный момент она находится в декретном отпуске. Ребенку 5 месяцев. Супруг Ольги – строитель. Работодатель отправляет его в командировку на месяц в другой город. Вопрос такой – имеет ли право мой муж отказаться ехать в командировку, ссылаясь на то, что у него грудной ребенок? Согласно Трудового кодекса Республики Беларусь, согласие работника осуществлять направление в служебную командировку только на срок свыше 30 календарных дней. Запрещается направление в служебную командировку беременных и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Отказ вашего супруга Ольга в данной ситуации может рассматриваться как дисциплинарный проступок и повлечь дисциплинарную ответственность. Алексей – студент. Молодой человек собирается арендовать квартиру в Бресте и спрашивает, как обезопасить себя от мошенничества при совершении подобной сделки. Алексей, для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, заключите с собственником письменный договор найма жилья. Также вы имеете право потребовать документы, подтверждающие, что квартиру вам предоставляет именно собственник. Брещанец Степан приобрел черепицу для крыши, производитель которой в документации на товар указывал долговечность 50 лет. Спустя 7 лет черепица стала рассыпаться. Степан обратился с претензией к продавцу, и тот предложил заменить материал на аналогичный, но с гарантийным сроком 10 лет. Мужчина считает замену неравноценной и задает вопрос, правомерно ли поступает производитель. В отношении замены товара при отсутствии продукции в течение предоставленного законодательством месяца на удовлетворение данного требования, продавец обязан предоставить покупателю аналогичный товар другой модели, но только по согласию потребителя. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто, как не сами дети, лучше всех знают, как должен выглядеть школьный автобус, уверены организаторы республиканского творческого конкурса. Присылать свои версии рисунков на тему «Мой школьный автобус» могут дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет. Главная же цель конкурса – разработка логотипа белорусских школьных автобусов. До 10 октября участники могут направлять свои работы на адрес Банка развития с обязательной пометкой на конкурс детского рисунка. Победитель же будет определяться во втором этапе путем интернет-голосования. Нам же интересны не только изобразительные таланты наших детей, но и их непредвзятый взгляд на все, что нас окружает. Девочкам самое лучшее платье одеть. Платье, потому что красивое. Очень красивое платье. Ну, прям пышное, такое, можно простое, с рисунками. Это самая лучшая для девочек красота. Нарядно одеваешься. Тебя мама одевает, костюмы. Если костюм кого-то, даже костюм не бывает, какого-то зверя. Какое-нибудь платье, юбочку, кофточку с маечкой. Барные платья. Чтобы быть красивым, одетым, надо хорошенько одеться, чтобы нигде не было никакой некрасоты, чтобы была красота только. Платье пушистые. На выпускной, на фейервер. Или на вечеринку. В какое-нибудь банное платье можно. Или в сарафанчик. Одеть надо кофту, колготы и шоу. А потом надо одевать штаны. Потом маску. А потом кутку с шапкой. Красивое платье. Накидку. Ковицы науки одеть. Сележки. Надеть рубашку. Шортики. И галстук. Глинные прядьки. Туфлины больших рук. Пляцы надо одевать. Кольготки белые. Можно горько на ноги одевать. Стандартные прядьки красивые. Писточки, девочки красивые. А теперь о более серьезном, но по-прежнему радостном событии. Сегодня 15 сентября. Свой профессиональный праздник отмечают работники библиотек Беларуси. А вместе с ними и целая армия читателей. Сегодня с нами в студии директор Брестской областной библиотеки имени Горького Тамара Павловна Данилюк. Доброе утро, Тамара Павловна, и с праздником вас. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, какие же мероприятия объединяет День библиотек Беларуси и что могут посетить брещане? День библиотек Беларуси – это, безусловно, обычный рабочий день, когда гостеприимно открыты двери всех библиотек. И проводится огромное количество мероприятий. К сожалению, формат нашей передачи не позволяет мне перечислить даже малую тулику. Я просто скажу, добро пожаловать в этот день в библиотеке. Вам будут представлены, уважаемые читатели, огромное количество интересных выставок, встреч. Тем, кто задолжал книжки, можно будет сдать бескарательных мер, всякие долги. Приходите, будет интересно. В любую библиотеку, если вы зайдете 15 сентября, не пожалеете. Скажите, а количество читающих людей у нас в регионе в последнее время увеличилось ли? И можно ли считать Брещину читающим регионом? Брещина – читающий регион, без сомнения. Но тенденция уменьшения читателя, она вообще мировая, не только для Брещина типичная. Но, в принципе, вы же читаете с ридера, вы же читаете, предположим, с планшета. Молодежь предпочитает читать, не заходя в библиотеку. Но то, что регион читающий, ну, вот совершенно несколько цифр. За первое полугодие в библиотеке только города Бреста, в городскую и в областную практически записалось и пришло почитать около 60 тысяч человек. Думаю, что цифра говорит сама за себя. Читают, безусловно, читают. Да, молодежь предпочитает другой формат чтения. И она заходит читать виртуальным образом на сайт библиотек. Это тоже практически 70 тысяч посещений. Так что судите вам, читающий или не читающий регион Брещина. А в чем преимущество вообще пользования молодежью электронными библиотеками? То есть, если они не приходят и не берут книжку с полки, а скачивают ее в интернете? Как правило, скачивают и читают с интернета учебную литературу. Литературу, которая практического запроса для обучения, для получения очень конкретной информации. А читают все-таки для того, чтобы занять досуг. Читают художественную литературу и спрос художественной литературы возрос в разы. Как взрослым читателям, так и молодым читателям. Поэтому есть такая тенденция предпочтения читать традиционную бумажную книжку для досуга, а электронную книгу для обучения, для получения второй профессии, для улучшения квалификации, для того, чтобы получить информацию о каких-то очень конкретных знаниях. Ну, давайте остановимся на чтении на досуге. Вот что предпочитают сейчас читать молодежь и что сейчас модно читать? Если можно так выразиться. Я, к сожалению, не смогу вам предпочтение молодежи сказать точно, но у нас на абонементе областной библиотеки существует счетчик, который отчитывает самое большое количество конкретных каких-то названий. Вот по памяти я вам, ну, так скажем, такой рейтинг, такой собственный рейтинг. Я вам могу по памяти сказать, что вот первенство августа месяца и сентября это была книга Дины Рубиной «Русская канарейка». Буквально вот в нескольких шагах от нее это была Людмила Улицкая «Зеленый шатер». Ну, еще несколько имен. Может быть, Алина Вознесенская «Рябиновый мед». Это вот лидеры запросов. Если вы видите книги женские, и, естественно, активная читательская аудитория – это женщины. Молодежь же читает то, что в шорт-треках Букеровской премии, то, что в переводной русском Букере считают нужным прочесть новинки. И я боюсь сказать, что это всегда качественная литература, но это новая. Молодежь спешит за новым. Рейтинг, так скажем, молодежного чтения – это серьезное изучение. Я вам сегодня не скажу молодежное предпочтение так, как я сказала вот предыдущее. Это читает взрослый читатель, так скажем, ну, сеньорского возраста. Ну, вот помимо, как вы сказали, электронных библиотек, какие еще новые услуги предлагает наша Брестская областная библиотека? Несколько дней назад, 10 сентября, мы провели такую форму работы, как вебинар. Вебинар для преподавателей английского языка. Суть в том, что преподаватели английского языка города Бреста могли пообщаться со своими коллегами практически из 17 стран. Это было и Казахстан, и Россия, и Америка, и Германия. И в процессе 45 минут педагоги менялись методикой, обменивались, общались, это то есть общение онлайн. Вот такую, так скажем, форму повышения квалификации своих профессиональных знаний может на сегодняшний день предлагать областная библиотека. И ряд других, связанных, безусловно, с электронными ресурсами, с электронными базами, которые, так скажем, купить себе самостоятельно человек не может в силу их достаточно высокой цены. Мы предоставляем возможность работать с этим продуктом у нас в стенах библиотеки. Спасибо вам большое, Тамара Павловна, за полезную информацию. Может быть, какие-то еще новшества у нас в библиотеке есть, о которых вам хотелось бы упомянуть? Ну, о новшествах я не буду упоминать. Я только хочу обратиться к телезрителям, которые сейчас допивают свой кофе, и сказать, что каждый из вас имеет отношение к книге. Даже если вы не были в библиотеке очень давно, вы были в детстве, приходите сейчас. В библиотеках интересно, в библиотеках умные люди, умные книги, и очень много интересных мероприятий. Огромное вам спасибо за то, что вы меня пригласили. Спасибо вам, Тамара Павловна, за содержательную и интересную беседу. Я думаю, наши телезрители откликнутся на ваше предложение прийти в библиотеку. А я напоминаю, что у нас в студии была директор Брестской областной библиотеки имени Горького Тамара Павловна Данилюк. Красивый вечер жизни Камин горит, и мы молчим Кресло качалка, книжки Горячий чай, никуда не спешим На километры расстаемся Быть может, никогда не встретимся Счастье в руке моей Несу его по ветру, по метру, по метру Счастье в руке моей Несу его по ветру, по метру, по метру В который раз один остался В фонаре мигаю в далеке Никогда так я не улыбался А слезы бежавшие по щеке На километры расстаемся Быть может, никогда не встретимся Счастье в руке моей Несу его по ветру По ветру По ветру Счастье в руке моей Несу его по ветру, по метру По метру Счастье в руке мои Несу его по ветру, по метру По метру Счастье в руке мои Несу его по ветру, по метру По ветру, по метру Там, где огня, на небо, где рождаются люди, там Всё в золотом, там дарят счастье, так всё и будет, будет там Ну а пока в красивый вечер жизни родился я И не умру, и мой мотив остался, смотришь в себя, там расстояние Счастье в руке моей, весну его по ветру, по ветру Счастье в руке моей, весну его по ветру, по ветру По ветру Еще раз напоминаем о продолжении конкурса «Лучшая агроусадьба Брестской области-2014», который представляет пять номинаций Сохранение белорусских традиций, здоровый образ жизни, гостеприимство, эко-усадьба года, а также стиль и гармония По итогам конкурса информацию о лучших усадьбах включат в рекламный буклет, который будет распространяться на международных туристических выставках в стране и за рубежом Для участия в конкурсе необходимо подать заявки в Управление спорта и туризма Брестского облсполкома не позднее 21 сентября Но, как говорится, у каждого свой талант В кулинарной одаренности шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина мы убедились давно Пришел час понаблюдать за приготовлением очередного утреннего мини-шедевра Доброе утро! Сегодня я приготовлю техасский завтрак, который насыщен белками и углеводами, подарящий вам энергию на целый день Это не что иное, как американский бургер С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван Приступим! Для этого нам понадобится булка для бургера, сыр, мясо, я беру свинину и говядину Помидор, соленый огурец, лист салата, майонез, горчица и, конечно, хорошее настроение Приступим! Возьмем булку, которую сначала мы пожарим Нагреем сковородку Положим нашу Хлеб В то время, пока хлеб у нас готовится, порежем мясо При приготовлении котлеты я всегда использую и свинину, и говядину Нарежем мелко и свинину, и говядину При приготовлении котлеты я не использую фарш, я делаю рубленое мясо Приступим! 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 Так, мясо мы порезали, что у нас с булками, булки пока нагреваются. Теперь мы это заправим солью, перцем, немного тертого сыра. И все, тщательно перемешаем. Наши котлеты готовы. Булка уже подогрелась. Она все, горячая. Теперь нам стоит пожарить котлету. Мы же не будем есть сырое мясо. Скоро она нагревается. Добавляем оливковое масло. Закидываем нашу котлету. И на средний огонь. Пусть она потихонечку себе жарится. Пока котлета жарится, мы подготовим булку. Мы берем ложку. И нижнюю часть мы смазываем сначала майонезом. А потом горчицей. Верхнюю мы также смазываем остатками горчицы и майонезом. Что у нас с котлетой? Мы практически готовы. Теперь нам стоит добавить немного сливочного масла. Сверху. Чтобы котлета полностью пропиталась сливочным маслом и стала более нежнее. Котлета наша уже пожарилась и готова. Но я ее немножко оставлю на плите, чтобы она не остыла. Потому что мне еще надо нарезать все ингредиенты для бургера. Мы взем помидор. Нарежем несколько колец. Я думаю, три будет вполне достаточно. Соленый огурец. Есть салат. Все наши ингредиенты готовы. Теперь осталось только положить плавленый сыр. На котлету. Немножко впитается. Мы снимаем котлету. Кладем на бургер. Лиз салата. Помидор. Огурец. И накрываем второй булкой. Теперь мы это все переложим на тарелку. Итак, сегодня я приготовил техасский завтрак. Богатый протеинами, витаминами, углеводами и белками. С вами был шеф-повар отеля «Ромитаж Гринин Иван». Приятного аппетита. Доброе утро. Сегодня понедельник, 15 сентября. Приятная новость для тех, кто любит скорость и драйв на дороге. Уже в ближайшие выходные, а точнее в субботу, Брест примет кубок по скоростному маневрированию в рамках республиканской акции «Спортсмены за безопасность дорожного движения». Открытие акции и сами соревнования пройдут на картинговом стадионе клуба «Альянс», что в Красном дворе. Кстати, в прошлом году он собрал рекордное количество зрителей. Не сомневайтесь, по-спортивному жарко и интересно будет и сейчас. Мы же надеемся, что этому событию не помешают никакие погодные сюрпризы. Ровно как и нашим планам на сегодня. Прогноз на стартующий день через несколько мгновений. Продолжение следует... Учащиеся Брестской городской хореографической школы нынешним летом не только отдыхали, но и завоевали множество наград на международных конкурсах. В частности, в Киеве на первом международном хореографическом фестивале коллективу из города Надбугом не было в равных в номинациях «Народно-сценический танец» и «Современный танец». Также брещане завоевали гран-при фестиваля «Азов-дэнс». А недавно дети вернулись из Италии. На Пенинском полуострове проходил хореографический конкурс, где наши юные танцоры достойно представили культуру родного края. На этой приятной ноте утренний эспрессо завершает свой эфир. Начинайте новую рабочую неделю, улыбаясь и с хорошим настроением. С вами был Петр Бутрим. Увидимся на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова